Продолжение следует... Полиция просит жителей Антиоха предоставлять любую информацию, касающуюся исчезновения Мэриэм Джордан. В последний раз домашние видели ее два дня назад. Полиция не располагает достоверными сведениями о местонахождении 28-летней женщины и просит добровольцев помочь в розысках. 28-летняя жена священника найдена мертвой. Полиция считает это ритуальным убийством сатанинского культа. Это повод задуматься, если такое происходит в Антиохе. Кто может произойти в любом другом месте? Никто из нас не защищен. Пока полиция Антиоха продолжает расследование, вопросы вокруг жестокого убийства остаются без ответов. Сегодня полиция на пресс-конференции обратилась к членам семьи и к друзьям жертвы с просьбой передавать им любую информацию, способную помочь в расследовании. Пока по-прежнему нет ответа. Если это происходит у нас в городе, да еще с женой священника, я... я не знаю. Это просто невообразие. Честное слово, даже не знаешь, что думать. Расследование ужасающего убийства Мэриан Джордан приостановлено после безрезультатных усилий полиции Антиоха. Несмотря на заверение властей, что дело не будет закрыто, шансы на его раскрытие ничтожно малых, без подозреваемых и без следов. У жителей Антиоха осталось без ответов множество вопросов. Спустя три года. Сожалею, что не смогла помочь вашей собаке. На этом этапе речь идет о комфорте, а не о лечении. Вы ничего не можете ему дать. Если бы мы обнаружили это раньше... Эй, дружок. Макс. Не бросай меня еще, Макс. Макс. Дружок. Извиняюсь. Наша госпожа Полинь. Привет, Дарлин. Прекрати. Ты его достал? Да. В Бельмонте проверили мой возраст. Пришлось ехать в Баттл. Давай быстрее. Здесь от скуки можно сдохнуть. Не волнуйся, уже еду. Что это? Не знаю. Радиус у нас ходит. Майкл. 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 Майк. Алло? Не бойся. Ты в безопасности. Мой папа. Я умрю. Ты должен вернуться. Куда? Ты должен им сказать, что он идет. Майкл. Спокойно, сынок. Не шевелись. Где Майкл? Где мой сын? Пожалуйста, держись. Папа, это я виновата. Мы нашли ключи от церковной машины, и я его подбила поехать. Успокойся. Где мой сын? Я врезался в дерево, и все стало белым. Только бы все было хорошо. Как другой мир. И тогда я увидел ангела. Майкл, как ты? Нормально. Да? Все в порядке. У него не царапины. В жизни такого не видел. Ваш сын должен был погибнуть. Я не могу этого понять, брат. Что это за запах? Похоже, кого-то послали за выпивкой. Вы устроили вечеринку со спиртным в церкви, Кайл? Кто-то устроил. Что ты делаешь? Двадцать лет я натираю тебе полы. Ни разу не пропустил службу. Неужели я слишком много попрошу? Какое-нибудь чудо. Просто заменить колено. После всего, что я для тебя сделал. Двадцать лет я не могу. Он идет. Я дотронулся до слез и почувствовал, как по позвоночнику пошел ток. Расскажите своим читателям, что Господь творит чудеса Я это знаю, потому что излечился Завхоз Арнольд Рамирас поснулся к кресту и удостоился чуда На кого был похож ангел, по словам Майкла Эллиота? На Иоанна Крестителя, подросток выживает в аварии Или пророк из Ветхого Завета Авраама, Исаака На месте аварии видели загадочных незнакомцев Вы слышали про Мотель Дьюартс? Говорят, кто-то четко видел лицо Иисуса на плитках в ванной Я сам туда ходил и сфотографировал лицо Иисуса Вот смотрите, его глаза, нос, рот Скажите сами, это не похоже на Иисуса? Я верую! Я верую! Прощай, Макс Субтитры сделал DimaTorzok 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 Трэвис? Я не пойду, Кайл В церкви давно нет, Трэвис, и обедов тоже Я вижу, ты начал пить Надеюсь, ты знаешь, о чем говорит весь город Люди говорят Кофе? Растворимый? Нет Люди видят то, что хотят видеть Чудеса, как и вера Явление психосоматическое Я не согласен Единственный, кто давал мне веру и силы, утром умер Макс? Мне очень жаль, Трэвис Я знаю, что он значил для вас с Мэрием Мы не знаем, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи Не всегда мы понимаем его намерения Избавь меня от штампов, Кайл Я пришел сказать, что вечером все священники встречаются в церкви Я бы хотел, чтобы ты пришел Я уже не священник И тем не менее, твой скептицизм нам поможет Заехать за тобой в шесть? Ты слышал, что я сказал? У меня отличный слух Макс Макс Что это такое? Что случилось? Что я наделал, Макс? Что я наделал? Макс Хорошая собака Что случилось? Как... Мне страшно ... Здравствуйте. Мы встречались вчера ночью. Я помню. Я оплачу вам ущерб. Но если мы сможем как-то разбить это на платежи, я... Я только что сюда переехала и начала этот бизнес. Из Сан-Франциско. Верно. Дело не в машине. Я хотел попросить привезти сегодня Майкла на встречу в католической церкви нашей госпожи Поли. Зачем? Просто помощник шерифа Смолс говорит в статье, что Майкл видел что-то необычное. Нам интересно, что это могло быть. Сожалею, но мы не имеем абсолютно никакого отношения к церкви. Тогда получится немного нелепо, но... Вот я вам принес приветственный подарок. Библию. Может пригодится. Я в ней нахожу успокоение в тяжелые моменты. Возможно, вечером увидимся. Священник говорит, а мы подбрасываем деньги в воздух. Что Бог хочет, забирает. Что падает обратно, то наше. Мы все слышали рассказ Арнольда. И видели, что осталось от машины. Да. А что еще у нас есть? Кайл сказал, что люди из твоей церкви видели образы в небе. Да. Одни говорят, что видели облака в форме Иисуса. Другие видели собак, кошек и даже пасхального кролика. Давайте помолимся за облака в небе. Один из моих прихожан сказал, что увидел, как три высоких ангела шли по воде, когда он рыбачил. Он говорит, что никогда в жизни не вылавливал столько рыбы. Ты ему веришь? Он наш самый большой пожертвователь. Я считаю, что все это лишь проявление дьявольщины. Конечно. Пятидесятники видят демонов за каждым деревом и камнем. А Баптист не узнал бы дьявола, даже если бы тот стукнул его по голове. Дьяволы не исцеляют, Кайл. Видите? В этом проблема фундаментализма. Вы оба понимаете Библию слишком буквально. Не судите, да не судимы будете. Я никого не сужу. Я пытаюсь вести собрание, а я указываю на факты. Вы говорите о фактах? Успокойтесь. Майкл, проверь, что там на плите, пожалуйста. Майкл. 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 Вам в церковь? Садитесь, я тоже туда еду. Жена заставила. Думает, это мне поможет. Поди, знай. Я Брэд Хэнкл. Не помню, чтобы видел вас здесь раньше. Он идет. Что? Я поднимусь туда и излечусь. Не надо, мне нравится твой шрам. Правда? Ну, конечно. Серьезно, я люблю шрамы. Заткнись. Трэвис, что скажешь? При всем моем уважении, Трэвис больше не член Совета. Он порвал с духовенством. Трэвис основал этот Совет. Я уважаю его мнение даже больше вашего. Простите, но мне нечего сказать. Трэвис, люди ищут ответа. Так поступайте, как обычно. Выдумайте что-нибудь. Я только что видел чудо. Однажды я спросил Трэвиса, что может вернуть его в церковь. Он сказал чудо. Что случилось? Что ты сделал с рукой? Родная, что случилось? Мои шрамы исчезли. Хвала Иисусу. Смотрите, у моей дочери излечилась рука. Дарлин, что случилось? Дарлин! Я до него дотронулась. Он плакал. А теперь у меня пропали шрамы. Хвала Иисусу. Он тебя тоже может исцелить. Он может исцелить всех нас. Восхваляйте его имя. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Аллилуйя. 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 Продолжение следует... Майкл, я тебе сказала не выходить из дома. Куда ты ходил? В церковь. Думаешь, это смешно? Вот запру тебя дома на месяц, тогда посмеешься. Он идет. Что ты принял? Что такое, дружок? Что случилось? Что такое, дружок? Что такое, дружок? Что такое, дружок? Во втором проходе, на уровне глаз. Давай быстрее, я сегодня закрываю рано. Пойду в эту чудесную церковь, может и мне повезет. Позвольте вам помочь. Не думаю, что вам она еще понадобится. Ты имел в виду на уровне твоих глаз. В чем дело, Мэтт? Что случилось, Мэтт? Смотри. Я его даже не поблагодарил. Кого? Мама, 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 кто-нибудь может нам помочь? Кто-то до нее дотронулся, и она упала. Кто до тебя дотронулся, Ди? Мама, прекрати. Вон он, вышел. Где она? Где она? Все нормально, милая? Что случилось? Это было похоже на удар тока, который прошел по всему телу. Я тогда чувствовала то же самое, мама. Кто это сделал? О ком ты говоришь, милая? Я не знаю, кто это был, но он был похож. На кого? Он был похож на Иисуса. Никакой он не Иисус. Его зовут Брэндон Николс. Брэндон ее повалил, как мешок с картошкой. Как в фильмах про кунг-фу. Вы сможете его узнать? Да, Брэндон украл у меня заработок. Миссис Мейкон наняла его вместо меня, после всего, что я для нее сделал. Я увидел его и специально пришел, чтобы сказать, что я о нем думаю. Мне не нравится, что кто-то дотрагивается до моей жены. Я пошел. Я с вами, Шериф. Я тоже. Папа, можно мне тоже? Подождите. Дайте мне выполнить свою работу. Брэнд. Мне только не хватало, чтобы за мной таскалось стадо слюнявой деревенчины. Отойди и дай мне выполнить работу. Не надо на меня кричать. Нэнси и Трэвису ты позволил поехать с тобой. Я представляю церковный совет? Нет. Папа, он уже не священник. Шериф, если вы не возьмете меня, а вас напишут в газете. Обвинят в цензуре печати. Все. Я беру только Трэвиса и Нэнси. И больше мне сказать нечего. Брэд. Сядь в машину. Он вернет мне работу? Эта женщина меня просто убивает. Здравствуйте, Шериф. Миссис Мэйкон. Как поживаете? Хорошо. Вы знаете Брэндона? Николса. Да, конечно, он в амбаре. Только солнце встает, он начинает работать. Брэндон, к вам гости. Здравствуйте. Вы Брэндон Микклз? Да, я. Это вы были в магазине Мэтта 20 минут назад? Вообще-то, да. Как ваша жена, все в порядке? Хорошо. В отличие от вас, сбежавшего с места происшествия. Происшествие? Да. Она упала, когда вы до нее дотронулись. Разве Ди не всегда впадает в транс при богослужениях? Да. Но вам-то это откуда известно? И откуда вы вообще знаете ее имя? Я внимательно наблюдаю за людьми и просто строю предположения. Вам что-нибудь известно о загадочных незнакомцах, появившихся в городе? Они безвредны. Они разговаривали с людьми и со мной тоже. Меня они испугали. Сказали, что приезжает кто-то важный. Они имели в виду вас? Спросите у них. Кто будет лимонад? Брэндон большой помощник. Не то, что этот никчемный тунеядец Невин Соррелл. Перестаньте. Мы все его дети. Это верно. У него призвание. Брэндон будет проводить встречи по пробуждению религиозного духа прямо здесь, в амбаре. Вы считаете, что вам есть что сказать? Приходите и посмотрите сами. Почему бы вам не быть судьей? По-моему, все местные сплетники, называющие себя верующими, нуждаются в хорошей встряске. Аминь. Закройте дверь, когда закончите. Хорошо. Вы собираетесь рекламировать эту встречу в нашей газете? Я больше полагаюсь на сарафанное радио. Но, учитывая ваши журналистские связи, я бы взял вас своим рекламным агентом. Я серьезно. Вы сможете говорить со многими замечательными людьми. Повсюду. Это лучше, чем одинокие ночи в интернет-чатах. Только в интернет-чатах. Брэд. Брэд. Насчет вашей опухоли в мышечке. Период ремиссии закончился. Я же просил доктора никому не рассказывать. Шансы выжить 50% даже после операции. Но вы же никогда не шли на риск, правда? Поэтому продолжайте притуплять борт дешевым аспиридом. Поедающим ваш желудок. Я могу избавить вас от этого навсегда. Возможно, это не такая сенсация, как возвращение к жизни любви. Трэвис, я могу вам помочь. Единственное, что вы должны сделать, это попросить. Откуда вы знаете, как меня зовут? Если у вас открытое сердце, вы можете все. Полагаю, что еще не все мы готовы. Простите, мне нужно вернуться к работе. Поразительно. У меня больше не болит голова. Трэвис, ты уверен, что готов к этому? Все нормально? Скажи, если тебе что-то нужно. Джордан Мэриэм. Свидетельство о смерти. Свидетельство о смерти. Простите, я просила у шерифа копию рапорта об аварии Майкла Эллиота. Я Морган, его мать. Да. Брэд уже ушел, но, может быть, он оставил что-нибудь на столе. Как вы? Этот город вас встретил просто сумасшествием. Хорошо, что вы зашли. Трэвис, верно? Вы приводили ко мне свою собаку. Я Морган, ветеринар. Сожалею, что ничем не смогла помочь вашей собаке. С Максом все в порядке. Вы шутите? У него была запущенная чумка. Он выздоровел после того, как я его похоронил. Вот ваш рапорт. Он лежал у него на столе под спортивными газетами. Он всегда кладет вещи не на свое место. Спасибо. Вы любите боулинг? Что? Боулинг. У нас по средам проводятся вечера для одиноких в Боулераме Линз. Я просто подумал. Я хочу сказать, что... Это прекрасный способ завести новые знакомства. Это просто удовольствие. Хорошо, значит, по средам. Да. Я запомню. Подумайте об этом. Как Майкл? Нормально. Мне нужно всем этим заняться, так что... Большое вам спасибо. Если вам что-то нужно, меня зовут Томми Смолс. Хорошо. Простите. Я могу кое-что спросить? Можно вам кое-что показать? Вы знаете этого человека? Я спрашиваю вас, потому что сам редко бываю в городе. Может, вы его видели здесь? Я здесь недавно. Я не тот человек, который поможет. Вы его видели? Нет, он похож на одного художника, с которым я когда-то встречалась. Он сегодня был у меня на холме, когда Макс вылез из могилы. Дважды. А потом я вдруг вспомнил, что уже видел его. И я таки его видел. Он был в толпе, когда... Когда нашли тело моей жены. Простите. Ваша собака дважды выползла из могилы? Нет, нет. Этот блондин дважды был у меня на холме. Один раз с двумя другими людьми. Еще раз один. А потом я увидел его на ферме Миссис Мэйком. Вместе с парнем по имени Брэндон Никклс, который знает все обо мне и обо всех остальных. Что-то... Мне нужен цифровой фотоаппарат. Простите, мэм. С фотоаппаратами нельзя. Сможете забрать на выходе? Хорошо. Проходите. Здравствуйте, жители Антиоха. Меня зовут Брэндон Никклс. Славьте Бога! Аллилуйя! Спасибо. Я знаю, что большинство из вас пришли сюда из-за знамений и чудес, происходящих в городе. Вам нужно объяснение. Что ж, вы пришли по адресу. Как только они начнут впадать в экстаз, мы уходим. Майкл! 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 Любые чудеса возможны, если верить. Аллилуйя! Слава Иисусу! Каждого из вас ждет подарок. Вам лишь нужно открыть сердце и душу. Уберите сердце и волнувый дух. Норман Диллард. Встаньте, пожалуйста. Не волнуйтесь. Я ничего вам не сделаю. Сколько времени вы уже носите эти очки? Эти очки? Лет сорок. Сорок лет? Да. Как бы вы меня назвали, скажи я, что они вам больше не нужны. Сумасшедшим. Вы правы. Я сумасшедший. Что вы делаете? Они мне нужны? Нет. Я вижу. Я вижу. Я вижу. Я вижу вон там Кайла Шермонова. Я вижу. И нового ветеринара сзади. А вон Трэвис Джордан. Я вас вижу. Я вижу. Я вижу. Это чудо. Отцепись, Брэд. Что ты делаешь? Здесь нельзя снимать. Послушай меня. Что-то здесь не так. Этот Брэндон и блондин. У меня что-то было не так с головой. А теперь все отлично. Помнишь, как ты нашел труп Мэрием в пруду? Да. А теперь посмотри. Дружок Брэндона там, на месте преступления. Возле скорой. Это у тебя что-то не то с головой? Он там был. Я не знаю, о чем ты говоришь. Зато знаю, что это официальная фотография ведомства шерифа. Как она к тебе попала? Трэвис. Не сдерживайтесь. Трэвис. Мы можем ожидать чудес. Просите их. Мы заслуживаем лучшего. Любые чудеса возможны. Вы видели, там был человек. Знаете, мы все можем излечиться. Скажите ему, что я не выдумываю. Дай сюда. Подожди ты, Брэд. Скажите ему, что я не выдумываю, что человек, который стоял там, был на фотографии. Скажите ему. Слава Господу. Теперь идите домой. Расскажите своим друзьям, что вы здесь видели. У кого-то есть вопросы? Кайл? Мне нравится этот человек. Человек убеждений. Мы можем кое-чему у него научиться. Я вам не враг. Все зависит от того, кем вы себя считаете. А вы меня кем считаете? Я знаю, что вы не Иисус Христос. И вы все тоже знаете, что именно это он имеет в виду. Но Иисус сказал, что когда он вернется, он вернется с неба, и все узрят его. Но мы видели его в небе. Мы видели его в облаках, правда? Иисус умер две тысячи лет назад на кресте. Где ваши шрамы, Брэндон? Боже мой. Боже мой. Боже мой. Я этого не понимаю. Здесь что-то не так. Нужно только верить. Все, хватит, Майкл. Идем, сейчас же. Сейчас же. Нет, я остаюсь с Брэндоном. Хватит. Нет. Он здесь. Он пришел. Господь сам сказал нам, что будут фальшивые пророки. И будут великие знамения и чудеса, дабы сбить с пути даже истинно верующих. Кайл мне сказал, где вы живете. Я бы пригласил вас войти, но... Пригласите меня войти. Фотография, которую вы мне показали в амбаре, это была абсолютно та же фотография, которую я видела до этого? Да. Я видела того человека в амбаре. Я тоже его видел. Что здесь происходит? Я не знаю. Все в порядке. Мой сын живет у Брэндона и отказывается возвращаться домой. Я воевала с его отцом за опеку, а как воевать с этим, не знаю. Макс. 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 Макс должен был выпрыгнуть, когда я его позвал. Его могли связать. Возрождение. Этот город был погружен во тьму и отчаяние, когда я его увидел. В этой тьме скрывались неудовлетворенные потребности. Когда вас коснется целительное дыхание вечной жизни, каким будет ваш ответ? Благодарение Иисусу. Вера? Любящие сердца? Макс! Макс! Сегодня ваше прошлое исчезает и начинается новая жизнь. Ведомство шерифа. Округ Антёх. За это мне назначили свидание в боулинге. Спасибо. Машина была записана на автосвалке Эйба в Хэмлейк. Телефона не было. Это два часа езды. Поехали. Что вас сюда привело? У Майкла были проблемы в школе, и я переехала сюда в поисках безопасного места. Отличный выбор. Вы переехали, чтобы защитить сына? Не корите себя за это. Три года назад нашли труп моей жены. Кто-то ее убил. Вы знаете, кто это сделал? Ни подозреваемых, ни зацепок. И сказал Иаков. Братья, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте, что это великая радость. Вы же во все это не верите, правда? Родная, возьми ее, хорошо? Возьми. С тех пор я не возвращался. Значит, вы вините Бога? Уже нет. Невозможно его винить, когда в него не веришь. Автосвалка Эйба. Здравствуйте, вы Эйб? Перестань. Каспер, сидите, уйди оттуда. Плохая собака. Что вам нужно? Я закрыт. Слезь оттуда, я сказал, слезь оттуда. Вам нужны запчасти? Нет, мы ищем информацию о джипе выпуска 70-х годов, полностью проржавевшем, записанном на ваше имя. Вот его фотография. Если ты его укусишь, я тебя задушу. Я все время покупаю старые машины и не могу за всеми уследить. Вы из полиции? Нет, вообще-то я ветеринар. Вам стоило бы проверить Каспара. Судя по кашля и выделению слизи, у него есть паразиты. Антибиотики бы ему быстро помогли. Да, это была моя машина. Пару лет назад ее украли. Я никуда не обращался, она того не стоила. Подождите. А Хэрб Джонсон что здесь делает? Это Брэндон Николс. Нет, я знаю Брэндона Николса. Это не он, это Хэрб Джонсон. Вы уверены? Да. Они оба работали у меня. Сначала Брэндон, а потом появился Хэрб. Сразу после того, как исчез Брэндон. Примерно шесть лет назад. Что значит исчез? Однажды Брэндон забрал свои деньги и просто сбежал. С тех пор я его не видел. А что вы знаете о Хэрбе Джонсоне? Хэрб нормальный парень. Я дал ему работу Брэндона. Но и он тоже ушел. Эти балбесы уходят, не попрощавшись. Вы знаете, где Хэрб жил? Да, где-то в районе Сент-Риджеса. В лесах. Знаете, у меня может быть его адрес. Частная собственность. Не похоже на бывший дом Хэрба Джонсона. Ладно. 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 Уютненько. Свежая краска. Мотель Диллардс. Старый номер местной газеты. Тоже объявление. Им вся стена залеплена. Посмотрите. Печатленно. Здесь есть еще. Что случилось? Кто там? Эй! Здравствуйте! 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 Знаете, на что это похоже? Надгробье старая земля, свежая. Так, слушайте, я притворяюсь очень смелой, но... Уходим отсюда. Да, хорошо. Зачем кому-то раскапывать могилу? Пока мы знаем только одно. Брэндон выдает себя за другого. Подвезти вас домой? Поехали на ферму. Не лучше остановиться? Нет. Когда представитель закона делает вам знак остановиться, вы должны встать при первой же возможности. Я тебя не видел, прости. Ты что, слепой? Или пьяный? Может, ты правда пьяный? Ну-ка, пройди по прямой. Прекрати. Пройди. Хватит. Пройди. Хватит. Прекрати. Прекратите. Что с вами такое? Со мной все в порядке. Раньше были проблемы с головой, а теперь все нормально. Брэндон послал меня за тобой. Он хочет с тобой встретиться. Вот он я. У него встреча. Через минуту он освободится. Я вас вспомню. Три года назад. На городском пруду. Никогда там не был. Здравствуй, Трэвис. Здравствуйте. Я была наверху, записывала интервью с Брэндоном. Вы не знаете, где я могу найти своего сына, Майкла Эллиота? Он где-то здесь. Где миссис Мэйком? Она поправляется после инсульта. Можно с ней увидеться? Вам не о чем беспокоиться. Брэндон лично ее лечит. Трэвис, он хочет с тобой встретиться. Наедине. Мэйком. Можете подождать здесь. Почему я не могу увидеться с миссис Мейком? Она не здорова. Я думал, что вы специализируетесь на чудесном исцелении. Она поправится. Она не такая упертая, как некоторые. Хотите пино-нуар? Привозное. Из Эльзаса. Нет, спасибо, Херб. Привозное из Сент-Риджиса. Имя Брэндон Николс все-таки звучит лучше, чем Херб Джонсон. Я не прав? А где настоящий Брэндон Николс? Не знаю. Можете поискать в телефонной книге. Музыка. 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 Я вызову полицию. Пусть начнёт расследование. Вы не Брэндон Николс, и не Мессия. Вы-то сами не сильно верите в Бога, да, Трэвис? И верните мне собаку, сейчас же. Пока я... Что? Пока вы не вызвали представителей власти, они здесь не помогут. Откровенно говоря, они даже могут навредить. Хорошая собака. Я знаю, что такое утратить веру. Остаться одному. Быть брошенным в тяжёлую минуту. Вера и надежда превращаются в боль и отчаянье. О чём вы? Мы оба жертвы зла. С непростительного зла. Которая любящий Боженька выплёскивает на тех, кого должен бы любить. Кто вы? Брэндон. Эр. Джастин. Трэвис. Я могу вам помочь. Вы только должны согласиться. Видимо, я... ещё не готов. Видимо, бывает боль, которая не проходит. Трэвис. В этом городе много зла. Но это не я. Я только пытаюсь помочь. Трэвис ждёт вас. На улице. Я видела Макса. Нет, осторожно. Они ему что-то дали. Он ведёт себя как... Как Брэд. Я без него не уеду. А я не уеду без своего сына. И ещё кое-что. Я видела очень странные вещи в одной из комнат. Колючая проволока. Стамеска. Страшные такие вещи. Будто для ритуалов. Брэндон как-то связан с Мэрием. Я уверен, я... Помогите! Помогите! Прошу вас! Не дайте ему меня найти! Не дайте ему меня найти! Посмотри на меня. Надо отвезти её в больницу. Не дайте ему меня найти! Проверка. Раз, два. Братья и сёстры, к сожалению, сегодня службы не будет. Почему? Возвращайтесь завтра для получения дополнительных инструкций. Брэндон хочет с вами встретиться. Мистер Кайли, всё в порядке? Помоги мне, я не могу встать. Помоги. Я вам помогу. Где Брэндон? Я не чувствую ног. На помощь! Спасите! Брэндон сказал, что я ему нужна для чего-то особенного, но... То, чего он от меня хотел... Это не любовь. Может, мне надо было согласиться? Но мы теперь, мои шрамы, снова появляются. Не останавливайтесь! Не волнуйся, мы не остановимся. Я не хочу возвращаться. Не останавливайтесь! У вас есть сотовый? Да. Позвоните в больницу, скажите, что мы едем. Что случилось? На неё напали. Позвонить в полицию? Они уже здесь. Ты что, ненормальный? Трэвис, что ты делаешь? Дарлин! Папа! Всё в порядке, милая? Всё нормально? Что случилось? Это Брэндон. Она ему отказала. Мы должны завести её в помещение. Я не могу идти. Где Брэндон? Помоги мне! Я схожу за ним. Помоги мне! Я схожу за ним. Где Брэндон? Везди. Брэндон? Брэндон здесь? Где Брэндон? Да. Где Брэндон? Где Брэндон? Где Брэндон? Где Брэндон? Где Бhrэндон? КОНЕЦ Раны только смотрятся страшно, но ничего серьёзного. Дарлин поправится. Бедная девочка. Если я хочу прочитать, что написано под краской, рентген-аппарат сможет высветить? Обычным рентген-аппаратом не получится. Если в краске есть металл, поможет сканирование? Карл, пожалуйста, нам нужен только ключ. Папа, шрамы стали хуже. Обещаю тебе, родная Брэндону, от этого не отвертеться. Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? В чём дело, милая? Он меня не выбрал. Кто? Ты о ком? Брэндон. Почему он меня не выбрал? Он меня не любит. Почему он меня не выбрал, Брэнд? Я недостаточно красивая? Это потому, что я слишком старая. Нет. Я слишком старая. Я не могу выкинуть из головы эти голоса. Что тебе нужно? Зачем ты пришёл? Отвечай. Отвечай мне. Это Брэндон тебя сюда прислал. Отвечай. Отвечай. Папа. Брэнд. С кем ты разговариваешь? Оставь мою семью в покое, слышишь? Убирайся из моего дома. Не трогай их. Давай. Убегай. Убегай из моего дома. Дарлин. Вон отсюда. Скорее. Прячься здесь. КОНЕЦ Папа. Он ушёл. Кто? Блондин. Друг Брэндона. Вы его не видели? Нет, милый. Мы его не видели. Это всё у тебя в голове. Это всё у тебя в голове. Пожалуйста, прекрати. Уходи отсюда. Не трогай мою семью. Убирайся. Оставь в покое мою семью. Так, чуть ниже. Чуть левее. Вот так хорошо. Вы точно знаете, что надо делать? Успокойтесь, Карл. Меня сюда пускают, чтобы я проверяла кошек и собак. Помоги мне. Помоги мне, пожалуйста. Я не могу снова жить без ног. Брэндону нужно отдохнуть. Пожалуйста. Исцели меня. Прошу тебя. Исцели меня, пожалуйста. Я не могу жить без ног, Брэндон. Исцели меня. Исцели меня. Ты знаешь что? Ты не можешь по воскресеньям меня любить, а по понедельникам забывать. Нет, Брэндон. Я тебя не забываю. Я люблю тебя. Брэндон Николс! Брэндон Николс! Я люблю тебя. Спасибо. Я люблю тебя. Что ты сделал с моей семьей? Оставь их в покое. Брэнд, я ничего не сделал. Я люблю тебя и твою семью. Ты не любишь мою семью. Ты послал ко мне в дом своего человека, я его видел. Я это знаю. Я не сумасшедший. Я отправил к тебе посланника, чтобы ты меня не забывал. Я тебя не забыл. Забыл. Еще как забыл. Опухоль вернулась, верно? Ага. Я боюсь, что так. Еще больше, чем было. Брэнд, я показал тебе путь, но ты с него свернул. Я могу помочь тебе и твоей семье навсегда. Тебе нужно только попросить. Хорошо? Скажи это. Давай, спасайся. Ну же. Скажи. Пожалуйста. Помоги мне. Помоги мне. Помоги мне. Преподобный Кентвелл осужден за издевательство над детьми. 1990-й. 15 лет назад на этой неделе. Преподобный Кентвелл – ненормальный священник, который издевался над своим сыном. Джастин. Он когда-то ходил ко мне в летний библейский лагерь. Кентвелл забрал его из моего класса. Суд распорядился арестовать преподобного Кентвелла, который скрылся от закона. Кентвелл и Джастин покинули Антиох, когда вмешались в социальные службы. Ой, что? Трэвис! Куда вы? Можно как-то найти владельцев собственности в Сент-Риджесе? Думаете, Кентвелл прятался в этой лачуге? Самое подходящее место. Согласна. Эй, а что теперь? Я иду за Максом. Трэвис, у меня там сын, я бы все отдала, чтобы вытащить его оттуда. Но нам нужна помощь. Нужно сообщить об этом властям. Властям? Однажды я уже это сделал. И что? Майкл! Мама! Майкл родной. Я подобрал его по дороге в город. Он рассказал мне очень странные вещи о Брэндоне Николсе. Его телохранители выкопали яму на ферме Миссис Мэйкон. Возле свалки. И закопали ящик, похожий на гроб. Кто-нибудь видел в последнее время Миссис Мэйкон? Можешь нам показать это место? Нет, нет, я туда его не пущу. Что с тобой, Майкл? И сказал Иисус, выйди дух нечистый из всего человека. Майкл. И нечистый дух вышел. Брэндон не исцеляет людей, он ими завладевает. Демоны не могут остаться там, где их не хотят, и не могут войти туда, куда их не приглашают. Думаю, это здесь. Нужно было захватить лопату. Да. Дерево. Это не миссис Мэйкон. Автосвалка Эйба. Это настоящий Брэндон Николс. Под ним другие кости. Их убили одним и тем же способом. Эрнест Кен. Преподобный Кентвелл. Давненько я не слышал этого имени. Кто-то соорудил стену из статей про Кентвелла в лачуге Сент-Риджеса. Думаю, что этот ящик оттуда и привезли. Я слышал, что его прихожане до смерти его боялись. Он издевался над детьми, но сбежал из города и осужден не был. 13 мая. Он умер сегодня, 9 лет назад. Брэндон Николс исчез. Мою жену убили. Все это 13 мая. С разницей в 3 года. Должно быть еще одно убийство. Миссис Мэйкон. До полуночи. Который час? 23.15. Нарушение частных границ. Серьезное преступление, Трэвис. Разрушение собственности. Я тебя знаю, Брэнд. Ты не хочешь меня убивать. Мне придется. Бог дал тебе свободную волю. Ты можешь отказаться от зла Брэндона и любого другого. Ты не хочешь убивать меня. Тихонько, Брэнд. Его исцеление всего лишь иллюзия. И сказал Иисус, выйди дух нечистый из всего человека. Томми, это Трэвис. Мы едем на ферму Миссис Мэйкон. Будь там, Томми. Извини. Ничего. Что ты делаешь? Проверяю права владения. Родной. Я очень виновата. То, что мы сюда переехали, и вся эта история с твоим отцом. Прости меня. Знаешь, я пыталась быть современной, быть твоей подругой. Но ночами я сижу и смотрю то на часы, то на дверь. Жду, когда ты вернешься домой. Я вернулся домой? Да. Я люблю тебя, Майки. Я тоже люблю тебя, мама. Трэвис, что здесь происходит? Мы нашли два трупа на свалке Миссис Мэйкон. Время 23.43. Блядь, все нормально? Да? Пригнитесь. Умрите, жалкие крысы. Ничтожные мятежники. Вы забрали мои ноги? Я заберу ваши. Пригнитесь. Мэтт Кайли. Где второй пистолет? Если Брэдтон там, я тоже пойду. У меня еще не сведены с ним счеты. Брэдт! Мэтт! Хватит в нас стрелять! Вы умрете. Вы умрете. Очень вкусно. Ты отлично готовишь. Мама, ведь если есть зло, значит должно быть и добро. На улице кто-то есть. Закрой окно. И двери тоже. Мэтт, хватит. Мы только хотим убедиться, что все живы-здоровы. Все живы-здоровы. И у меня все хорошо. Спасибо. Возьми. Брэд, что там? Миссис Мэйкон в беде. Покажите, на что вы способны, крысы желтые. Как там, миссис Мэйкон? Все в полном порядке. Я на своих ногах. Да? У меня кто-то под окном. Все, закройте. Я сейчас приеду. Я все нашла. Лачуга в Сент-Риджесе принадлежала Кентвеллу. Уже нет. Я еду. У Морган проблемы. Будь осторожен. Помоги мне залезть. Брэд, ты ее видишь? Нет. Брэд. Сент-Риджесе принадлежала Кентвеллу. Брэд, ты нашел, миссис Мэйкон? Как она? Я ее нашел. Майкл? Майкл? Родной? Майкл? Майкл? Мама, помоги. Зови на помощь, мама. Трэвис. Морган, ты меня впустишь? Нет. Да ты что, Морган, за столько лет занятий йогой и медитацией, ты никогда не видела настоящего ангела? Ты не божий ангел. Да, не совсем. Побег тебя не спасет, Морган. Не приближайся к нам. Разве ты не знаешь, что острыми предметами можно пораниться? Нехорошо, Морган. Нас с Майклом нет дома. Оставьте сообщение, и мы вам перезвоним. Это я, я у входа. Трэшли-тэшлинг. Оставьте 차. Трэшли-тэшлинг, спайте. Марган! Джастин, 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 Джастин Кентрелл. Джастин, 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 Джастин предпринял что ты сделал я обратился к властям представители власти пришли к нам в дом на 15 минут мой отец был выдающимся человеком фанатичным фундаменталистом депрессивным маньяком ужасное сочетание и когда он узнал что я пошел к тебе священнику конкурирующей церкви но ссс никогда сын преподобного кэнтвелла не пойдет к запутавшемуся визгливому еретику не заплатив за свои грехи он считал что растетия поможет осознанию греха смотри трэвис вот чего мне стоила твоя помощь ты убил мою жену твои шрамы не дают тебе права убивать людей слышишь меня мне было 12 лет когда меня пригласили к забору какой у меня был выход трэвис скажи мне Джастин трэвис хотел тебе помочь а не сделать хуже слишком поздно слишком поздно ты знал ты знал все знали ты закрыл на это глаза антиох от меня отвернулся бог от меня отвернулся помоги мне только в одном месте я мог найти помощь я заключил сделку с врагом господа ненавижу тебя его единственным требованием было кровопролитие отнимать человеческую жизнь каждые три года временно исходит а мой босс не любит когда нарушают договор отойди от стола нет я умираю послушай меня послушай послушай ты можешь убить любого убей меня а не ее трэвис нет нет тебя я убил давным-давно ты много лет мертв но появился кто-то другой верно кто-то вошел в твою жизнь кто-то кого ты сможешь любить я хочу чтобы ты страдал также как страдал я поторопись помоги мне я умираю помогите мне я умираю не не Послушай, темные силы никогда не исцеляют. Где теперь твой бог? Аааа! Мама, развяжи ее. Мама, как ты? Библия. Джастин. Послушаем. Иисус существует. Позови его. Иди к черту. Это Кайл дал мне Библию. Мэтт? Мэтт, что здесь происходит? Что с собакой? Мэтт? Братья, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте, что это великая радость. Джастин Кэнтвилл, потерянное дитя Антиоха. Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость. А стойкость должна привести к тому, чтобы вы стали совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков. Святое Писание. Пришествие. Фильм озвучен на студии Кульбанэй Эльру. Перевод на русский язык Ярославина. Текст читали Ольга и Николай Дуберов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok